Ивантеевка чествует медицинских работников. 75 лучших из лучших сегодня наградят почетными и благодарственными грамотами от города Московской областной думы Подмосковного министерства здравоохранения. Мы просто уважаем. Вы для нас ценные. Ценные почему? Потому что здоровье, вы сами знаете, это самое главное, это самое важное, что есть в нашей жизни. А вы те люди, которые это здоровье бережете в нас. Спасибо вам за ваш труд, за ваш профессионализм. Вы лучшие. Татьяна Рык, акушер-гинеколог, врач гинекологического отделения Центральной городской больницы. В Ивантеевку приехала по распределению после окончания института почти 40 лет назад. Город замечательный, больница тоже. Но большие изменения мы прошли. Я считаю, как мы трудились, честно, добросовестно, порядочно, при любой власти. Так мы и работаем. Я могу только что сказать. Детей многое. Настолько все меняется, все течет, все изменяется. С 2015 года Ивантеевка меняет главных врачей, как перчатки. Геннадий Аникин был назначен на эту должность летом прошлого года. И, как нам стало известно, уже написал заявление об уходе с 28 июня. А сейчас официально в отпуске. Мы открыли новое отделение в ноябре прошлого года. Отделение палеотивной помощи, которое оказывает медицинскую помощь пациентам, находящихся в достаточно сложной физической форме, которые не могут себя обслуживать и ухаживать за собой. Среди итогов года, помимо организации палеотивной помощи населению, реорганизация лоротделения, намеченный ремонт в детской больнице и хирургическом корпусе ЦГБ. По последнему проводится процедура определения подрядчика. В 40 миллионов рублей обойдется ремонт кровли корпуса, фасада и части внутренних помещений. В числе медработников Ивантеевки двое являются депутатами городского совета депутатов. Городской совет держит на постоянном контроле ситуацию здравоохранения города, безусловно, и я уверена, что все маленькие проблемки, они у нас, конечно же, закончатся, и здравоохранение города, как всегда, останется на достойном уровне. У нас много медицинских династий, работают целыми семьями и думаю о том, чтобы как можно лучше помочь больным, сделать наше здравоохранение лучше, несмотря на все преграды, все препятствия, все тяжелые испытания, которые приходится иногда преодолевать. Огромное вам за это спасибо. Сегодня вручают и награды профсоюзов. Ивантеевские медики заняли второе место в смотре конкурса художественной самодеятельности среди коллективов работников здравоохранения Подмосковья. Большое количество наград для специалистов негосударственных учреждений здравоохранения, сеть которых развита в Ивантеевке. Медработники... Постоянно обогащают свой профессиональный уровень посещением семинаров, специальных лекций, то есть следят за новинками. Постоянно даже птицей упустишь и не поймаешь. Всего о здоровье населения Ивантеевки пекутся более тысячи медицинских работников. Кто станет новым главным врачом Ивантеевской ЦГБ, пока неизвестно. Однако, по неофициальной информации, в числе претендентов и экс-главный врач больницы Евгений Николаевич Ерохин.